всем привет сегодня немножко вас проинформирую в общем собрался опять в америку лететь сейчас из гаража выйдут посветлее собрался в америку лететь опять и знаете долго долго тянул резину искал информацию о том нужно ли мне делать тест на коронавирус да и однозначной информации я не нашел честно говоря я даже написал в клм то есть это авиакомпания в которой я купил билет они через 20 это было все они мне в общем написали что вы должны проинформироваться в стране вашего пребывания то есть куда вы летите да то есть я зашел на всякие сайты на американские в общем что я нашел я нашел что как я понял до обязаловки нет но рекомендуется делать тест возможно на програничник да попросит у вас с да и вот сегодня вчера думал думал сегодня решил поеду к я сделаю но так как я уже здесь сделал тест в в аэропорту когда прилетал сюда в германию я уже знал что можно поехать сюда посмотрел сколько стоит стоит 58 копеек им будем грубо говорить 59 евро тест и я решил все-таки сделать ну то есть избежать то есть риск не вылета минимировать до нуля скажем так проблема вторая была то есть так как я долго думал сейчас я выезжаю карточку засунул на в общем я решил сделать этот тест вторая проблема была мне знаете в чем то есть успеет ли мне прийти результаты этого теста до моего вылета то есть до моего вылета рекомендую делать один три дня до вылета до моего вылета осталось два дня то есть сегодня у нас среда в пятницу я вылетаю в 11.20 и там где я оформлялся в общем как принцип идет здесь да то есть вы подходите сканируете этот qr-код и потом регистрируйте семя фамилия номер телефона адрес и так далее подходите уже к этому окошечку и этот qr-код у вас уже на телефоне после того как вы его сосканировали его просто представляете там таком приборчику да и все ваша информация сказать у них уже есть да и выдаю справочку о том что я это делаю по собственному желанию и расписываюсь что никакая страховая компания медицинская мне тут если будет оплачивать я с этим соглашаюсь да иду на тест я там немножко заснял сейчас вставлю как проходил тест у других людей самое интересное что люди которых я снимал они сидели на лавочке делали им делали тест они были в сидячем в сидячем положении у меня же он попросил меня встать блин он короче засунул в горло один раз и обе ноздри палочку было намного неприятнее чем и это было в первый раз когда я делал тест в октябре да ну в общем суть в чем давайте я сейчас покороче я как-то рассказываю непонятно наверно я сделать нет не знаю то есть нет однозначного однозначной информации я решил сделать сделал я его решил два дня до вылета у девушки спрашиваю смотрите я в пятницу вылетаю будет ли тест у меня до пятницы к сожалению не могу вам ничего сказать поэтому могут пожелать вам только удачи да и подошел я к этому человеку уже где непосредственно это сделал он мне сказал без того что я его спрашивал он спрашивал зачем он просто сказал завтра у вас уже будет результат я говорю это классно потому что в пятницу я уже собираюсь улетать да процесс очень быстро народу в аэропорту вообще практически нет камера мне трясется прошу прощения да решил я все-таки поехать полететь потому что понимаете праздники эти рождественский новый год да дети конечно же хотели чтобы папа был рядом с ними и я конечно хотел бы тоже быть рядом и с женой поэтому я все-таки взял опять кучу денег и купил себе билет что касается билета давайте тоже расскажу 733 евро я заплатил купил в авиакомпании к л.м. нидерландские авиалинии королевские авиалинии как я понял сделал страховочку дополнительную 155 евро считайте 733 плюс 155 мы уже в плюс кому я купил билет на поезд за который заплатил 29 евро это зимбурга до аэропорта франкфурт это скорый поезд за 37 минут я там буду и сегодня еще сделал вот этот тест это еще дополнительный 58 евро то есть я так быстро не умею на голове что гнать почитает 733 плюс что там 155 это будет 888 788 788 плюс 29 будет 918 кажется и 19 918 плюс 55 будут тут 73 кажется если я не ошибся в общем тысячам не обходится на путешествие да знаете 31 декабря заканчивается вот это вот прокламация трампа и после 31 декабря 1 января то есть мы будем знать больше то есть либо он не продлит либо он сделать какие-то изменения да поэтому я не готов ждать рождество и новый год дома чтобы узнать что что-то изменится то есть это во-первых во вторых даже что-то если изменится это не значит что я пройду завтра в посольство уже ну то есть 2 января и получу визу это тоже так быстро невозможно поэтому я думаю это затянется минимум на месяц потому что мне нужно быть еще медицинские медосмотр пройти который тоже заранее нужно делать термин в общем я решил полететь а там будем действовать по ситуации во первых 20 января будет инаугурация президента то есть трамп у нас больше не президентом будет и байден как вроде все выглядит как по словам адвокатов трамп байден собирается отменить эти запреты трампа но не все что касается иммиграции байден будет его политика намного намного благоприятнее да поэтому я очень надеюсь на то я просто даже уверен на то в том что после 20 января мой 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 случай иммиграции то есть пойдет все дело быстро в принципе я уже готов все что мне осталось получить визу пройти медосмотр и получить визу да что касается билета 733 почему что 733 знаете я когда сюда летел в марте еще до в марте 2020 года я сюда прилетела у меня был билет америка германия германия америка то есть я сюда прилетел 6 марта а 10 марта границы закрыли после чего моя половина билета просто осталась как не использована и мне за это дали еще 399 евро форме электронного кредита но я ему не могу использовать до 31 декабря 22 года поэтому я решил его не трогать на этот раз и и оставил на тот момент когда я уже полечу навсегда я думаю что до 22 года я уже точно уеду в америку жить да и ну в общем это коротко решила рассказать значит лечу 18 декабря пятницу семье в принципе это все что я хотел сказать я сделал на всякий случай билет в кармане на прохламация трампа гласит что члены семьи прямые родственники родители дети могут посещать свою семью в сша на это основание меня туда должны впустить да в принципе все всем спасибо за внимание буду ждать теста надеюсь завтра он уже будет как мне обещают да